Переходим к актуальной международной повестке. Я сразу начну с темы, которая за эти сутки набрала огромное количество вопросов, которые к нам поступали от зарубежных журналистов, в том числе и российских. Это ситуация на Азербайджано-армянской границе. Я суммировала все вопросы, которые нам направляли, и хотела бы комплексно на них ответить. Все, конечно, они связаны с обострением ситуации на отдельных участках упомянутой границы. Из заявлений официальных представителей Баку и Еревана видно, что стороны диаметрально противоположно оценивают ситуацию и обвиняют друг друга в произошедшем. Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло. Вчера состоялся телефонный разговор президента нашей страны с премьер-министром Армении. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским коллегами. В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем. Готовые далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе. Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации Азербайджана-армянской границы. Также начала работы соответствующей совместной комиссии на основе ранее представленных российских предложений. Что касается деятельности сопредседателей, напомню, это Россия, США и Франция, Минской группы ОПСЕ, то, наверное, вы уже видели их совместное заявление от 15 ноября, в котором они выражают глубокую беспокойность в связи с недавними пограничными инцидентами. Сопредседатели продолжают активные посреднические усилия. До 10 ноября в Париже на полях Генассамблеи ЮНЕСКО состоялись их и раздельные, и совместные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Сейчас стройка находится в Вене для обсуждения текущей обстановки. Мы вновь отмечаем важность скорейшей организации поездки сопредседателей в регион. Поступили также вопросы касательно возможности задействования положения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения у 29 августа 1990 года, а также механизмов ОДКБ. В этой связи я хотела бы сказать, что Россия серьезно относится как к своим двусторонним, так и к многосторонним обязательствам. По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации, о которых я уже сказала. Что касается организации договора объективной безопасности, то по нашей информации там внимательно следят за ситуацией, наверное, на азербайджанской границе.